Их лишают прав и свобод. Происходят исследования на государственном уровне, они избраны мишенью. Их пытаются вылечить. Избиения очень сильные. Использования нейропрепаратов. Против них штампуют закон за законом. Эти ценности под диктовку и через промывание мозгов превратились в любовь только к себе. Их травят представители власти. Трансформеры, вот эта часть общества, достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. И их приспешники. А пропаганда взращивает к ним ненависть и нетерпимость общества. Какие-то гомофобы или трансфобы, которые хотят прийти и побесить ЛГБТК людей, они как будто получают карбан, что государство их поддерживает. Путинский режим репрессирует представителей ЛГБТК сообществ. Этих людей Кремль сделал внутренним врагом России. Как российская власть терроризирует своих же граждан? И почему они стали мишенью? Смотрите в специальном репортаже «Лицензия на травлю». Преследование. ЛГБТК. Сообществ России. Враги за океаном, враги по соседству и враги внутри страны. Кремлевский режим сам назначает недругов и сам героически им противостоит под хвалебные оды пропаганды. Кроме террористов и иноагентов, которыми объявляют за малейшее проявление несогласия, в России преследуют и самые уязвимые группы населения. Власть планомерно репрессирует гомосексуальных, бисексуальных, трансгендерных людей и квир-персон. Во всех цивилизованных странах представители ЛГБТК не ограничены ни в правах, ни в свободах. В самой скрепной же России этих людей путинский режим объявил угрозой обществу и государству и пытается буквально уничтожить. Посмотрите, к чему привела пропаганда нетрадиционных ценностей. 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ. У нас есть традиции, мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей. Семейные ценности, традиции, защита детей. Именно под такими предлогами Кремль при помощи своей законодательной канцелярии внедряет репрессивные инициативы против ЛГБТ. Первый гомофобный закон приняли еще в 2013-м. Тогда же начались преследования представителей ЛГБТК. Закон запрещал пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков. Точных определений и критериев пропаганды документ не содержал, зато предписывал штрафы. В 2022 году закон ужесточили, расширили запретами педофилии и смены пола, распространили его действия на все взрослое население России и взвинтили суммы штрафов. Что не штраф – это 100 тысяч рублей. То есть тысячу евро надо заплатить российскому государству. Россия еще заинтересована в таких репрессивных законах, не только чтобы напугать, посадить и как-то показать другим, что будет, если ты какой-то отличный и несогласный, но также это еще легкий способ вытрясти денег на войну. Ян Дворкин – трансгендерный мужчина, психолог, руководитель Центра Т инициативной группы помощи трансгендерным людям. Ко мне пришли домой из МВД, пришли две женщины. Они мне сказали, что если я не открою, то они сберут меня с собой. Я стал звонить адвокату и стал об этом им сообщать, что я набираю адвокату. После этого тон как-то сменился и обнаружилась возможность нам поговорить в их отделении завтра в 11 утра. Яна обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. А поводом стал донос из органов опеки. Ведь мужчина 7 лет назад усыновил ребенка. Начальник опеки, которая, собственно, сопровождает меня и моего приемного ребенка, в доносе, естественно, говорится о том, что у меня есть вот такой канал, где, на ее взгляд, я занимаюсь пропагандой, и это может вредить моему ребенку несовершеннолетнему и прививать ему нетрадиционные ценности. Это первое дело в отношении именно известного ЛГБТ-активиста. Здесь сверху спущенный заказ через опеку во многом с целью в дальнейшем отобрать ребенка. Дело Яна особенное, оно несомненно политическое. Суд оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей. Но и после этого внимания к нему не поубавилось. Он вместе с семьей уехал из России. Сейчас этот маховик только набирает свои обороты. Очень большое количество людей, которые идентифицируют себя, относятся к ЛГБТ-сообществу, просто вынуждены были покидать страну и до сих пор ее покидают. Поскольку власть сейчас развязала руки ультраправым группам, силовикам, в принципе, ЛГБТК-комьюнити теперь никак не защищено. Женя Морис – ЛГБТК-активист, администратор телеграм-канала «Квир Компас», посвященного проблемам ЛГБТК и антивоенной тематики. К ней домой пришли российские силовики. Мне предложили сотрудничество с сливом данных моих знакомых активистов, на что я довольно-таки в грубой форме отказал им. Был бартер такой, что я сливаю данные взамен на свою безопасность. Девушка отказалась от сотрудничества с представителями режима. Уже на следующий день у нее устроили обыск. Так просто центр «Э» домой не выезжает с обысками. Плюс они прихватили ребят с СОБРа, потому что черная форма с оружием. У нас не так много подразделений. Интерес у них был к моей технике, к моим перепискам и так далее. В Главное управление по противодействию экстремизму девушка не пришла. Вместо этого спешно бежала из страны. Позже узнала, на нее завели несколько дел за пропаганду ЛГБТ-символики. Назначили штраф 200 тысяч рублей, а ее телеграм-канал внесли в реестр запрещенных. На 200 тысяч рублей оштрафовали и Дину Нурм из Казани. А дело завели и за фотографию в Инстаграм. За что там нынче привлекают, спросите вы? За фотографии, на которых обнимаются, целуются и трогают друг друга, например, за плечо представители женского пола. А еще я активистка и, по моему личному мнению, когда ты активистка, против тебя используют репрессивные законы с особым удовольствием. Статья за пропаганду политическая. Говорю это с 2013 года. Штраф 100 тысяч рублей назначили Алене Исаевой из Волгограда за ЛГБТ-флаг на странице в ее соцсети. Когда мы говорим про пропаганду ЛГБТ, мы тоже не понимаем, что это такое, но уже знаем из практики, что назвать так можно при желании все что угодно. В этом такое сильное оружие вот этих репрессивных мер. Если не приводить норму статей, а приводить некую практику применения, то пропаганда – это любой текст, изображение, контент, который затрагивает тему ЛГБТК плюс персон, не в негативном контексте. Даже за нейтральное изображение. Примечательно, что критерии для определения той самой ЛГБТ пропаганды разработали только через 10 лет после принятия первого закона о ее запрете. В апреле 2023 года Роскомнадзор обнародовал свою методичку. Пропаганда считается любой контент, который убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и формирует положительный образ тех, кто состоит в таких отношениях. Заявляет о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, формирует положительные отношения к ним и к смене пола. Правозащитники говорят, формулировки настолько общие и размытые, что подвести под них можно все, что угодно. Силовики и контролирующие органы Ирьяна зачищают всевозможные проявления так называемой пропаганды ЛГБТ повсюду. В иностранных фильмах, в музыкальных клипах, изымают из продаж и библиотек и уничтожают произведения мировых классиков и российских писателей. В список пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию попал даже Достоевский. Доходит и до абсурда. Пропаганду ЛГБТ нашли даже в мороженом, в растительных цветах радуги, а также в пестрых детских игрушках. У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Это косвенно, но это все-таки заставляет привыкать наших детей к тому свету, к тому флагу. Решение против представителей ЛГБТК сообщества ужесточали в несколько этапов. В 23-м по иску Минюста Верховный суд Москвы включил международное движение ЛГБТ в список экстремистских организаций. Такого движения не существует ни в России, ни вообще в мире, ни в природе. Но руки силовикам и контролирующим органам решение развязало. Что за движение ЛГБТК? Откуда оно берется? Где оно вообще было? И тем самым это была уже последняя капля. Вот в постановлении, которое они публиковали, они там пытаются давать ему какое-то определение, но на уровне, что вот ЛГБТ экстремизм подрывает духовные ценности государства, может угрожать целостности страны. Все, естественно, подгоняется под то, что, мол, да мы бы ничего, да мы и не против того, чтобы там два мужчины были вместе. Ну вот, видите что, они пытались страну разрушить. Под угрозой преследования оказались представители ЛГБТК организации и просто активисты, и даже те, кто к ним не причастен. По 10 лет лишения свободы за организацию экстремистской деятельности могут получить трое сотрудников Оренбургского клуба ПОУС. Это первое уголовное дело по признакам так называемого ЛГБТ-экстремизма. ЛГБТ-экстремизм – это тоже такая очень абстрактная история. Можно ли приписать кого угодно к движению ЛГБТ? Ну, как показала практика, можно, потому что почему получили сотрудники клуба ПОУС такие крупные сроки, которые не были активистами, которые просто работали, делали как бы развлекательный клуб, организовывали вечеринки. Заведение позиционировалось как бар-театр пародий, устраивало травести-шоу. Росгвардия пришла туда с рейдом. Сотрудников обвинили в создании гей-бара. Это показательный процесс, потому что, во-первых, может пострадать кто-то, кого очень громко слышно и видно, то есть какие-то активисты. А вторая группа – это абсолютно рандомные люди, как будто бы трансвируется такая идея. Смотрите, так может быть с каждым. Артем Фокин из Самары – создатель ЛГБТ-организации «Ирида». «Ростин Мониторинг» внес мужчину в список террористов и экстремистов, а силовики завели на него дело об организации экстремистского сообщества. Инициатором стал некий Тимур Булатов, известный своими доносами на оппозиционеров и ЛГБТК-активистов. Моего уровня специалистов по защите традиционной семейной ценности детства и нравственности в России не существует. И вот я тоже собираюсь идти на охоту на гея. После обыска Артема Фокина арестовали. Российская власть не может никаких локальных побед предоставить, кроме как ЛГБТ-персон травить и заводить на них дела. Президент «Ирида», крупнейшая ЛГБТ-организация России, был арестован. Анастасия Ершова из Нижнего Новгорода попала к силовикам за демонстрацию экстремистской символики. Поводом стали серьги. Репрессивная кампания против представителей ЛГБТК в России, похоже, только набирает обороты. Хотя масштабы борьбы с проявлениями вымышленных ЛГБТ-пропаганды и экстремизма уже доходят до абсурда. В цивилизованных странах штрафы, аресты и обвинения по тяжким статьям за самовыражение невозможны. К примеру, вот так проходит ежегодный марш равенства. Рядом с представителями ЛГБТК и обычные граждане демонстрируют равенство и уважение к правам человека. А так поддерживают марш равенства в России. За попытки привлечь внимание к проблемам дискриминации ЛГБТК и нарушению прав и свобод, силовой разгон и автозаки. Помимо преследования силовиков, неприязнь и враждебность общества. Ведь государство дало зеленый свет на травлю своих же граждан. Вот эти законы, они очень сильно определяют общественное настроение. И, то есть, например, какие-то гомофобы или трансфобы, которые хотят прийти и побесить ЛГБТК людей, они как будто получают как бланше свои действия. Они чувствуют, что у них развязаны руки, они чувствуют, что государство их поддерживает. Ненависть и нетерпимость ЛГБТК взращивают и власти, и пропагандисты, и церковь. Штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Национал-предатели, леспиянки, извращенцы, растители детей, педофилы, вы педофилы, толпа подонков-педофилов. Вас маленькая кучка, вас скоро не будет в нашей стране. Вон, позорным маршем фашистов идете. Для нас абсолютно неприемливо противоестественное смешение полов. Опаснейшая, разрушительная идеология ЛГДБ. А мы стремимся сохранить традиционный, богом заповеданный семейный уклад. Презрительные насмешки позволяют себе и правители России. Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, трансформеры. Я не понимаю даже, что это такое. Вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Эти же, к сожалению, лозунги очень хорошо укладываются в головы достаточно большой массы людей. Для этого именно и исследуются ЛГБТ-лицы. Просто они избраны мишенью. Отсутствие преследования ЛГБТ-людей – это и есть признак демократии. Но нетолерантное и жестокое отношение сограждан и административное уголовное преследование – ничто по сравнению с теми пытками, с которыми столкнулись ЛГБТК-люди после принятия еще одной репрессивной инициативы российских законодателей – запрета трансгендерного перехода. Он, к слову, разрешен в почти 80 цивилизованных странах. Если мы с вами ценим и бережем то, что досталось нам от наших дедов и прадедов, моральные ценности – семья будет большой. Если эти ценности под диктовку и через промывание мозгов превратились в любовь только к себе, у нас не будет больших семей в будущем и дальше уже возникнет вопрос существования государства. Представителям ЛГБТК в России нельзя сменить пол ни в документах, ни фактически. Запретили и хирургические операции, и гормональную терапию, обрекая на физические и психологические страдания. У многих из них это просто медицинские, обоснованные, необходимо делать такие переходы, потому что нету жизни у человека ввиду какого-то гормонального фона, связанных с тем, что человек себя не ассоциирует. Есть диагноз – гендерная дисфория. Людям действительно очень-очень-очень плохо. Мы даже не можем вообразить, насколько им психологически плохо и сложно, когда они видят свое отражение и понимают, что это не то, чего они хотят видеть. И среди трансгендерных людей больше всего суицидов, если мы говорим про ЛГБТК. Как следствие, трансгендерные люди даже обратиться за помощью врачей не могут. Наиболее страдают это трансгендеры, потому что у них есть особые проблемы. Во-первых, они сразу видны издалека. Видны по одежде, по голосу, по форме тела. Представьте себе, что трансгендеру-мужчине нужно обратиться к врачу или не к вологу, например, к трансгендеру. Нет такой опции. Если бы государство не травило бы людей, тогда таких проблем не было. Тех, кто успел сделать трансгендерный переход и сменить документы, преследуют. МВД сделала заявление, что у нас есть списки всех трансгендерных людей, которые меняют документы. Информация о его сексуальной ориентации может быть получена, использована для преследования в отношении него со стороны частых лиц, которые будут либо поддержаны государством, либо, что уж абсолютно точно, не получат какого-то противодействия со стороны государства. Люди находятся все время, ежедневно в состоянии опасности. Потому что сейчас любой сосед или любой недоброжелатель может обвинить человека в том, что он является представителем ЛГБТК. У него возникнут наверняка сложности на работе. Его будут вызывать в отделение полиции для того, чтобы его допрашивать. В борьбе с ЛГБТК гражданами власти России прибегли и к радикальным циничным методам, которые давно отвергли цивилизованной страны. А именно, лечение гомосексуальности. По приказу российского Минздрава при психдиспансерах появились специалисты, которые могут применять принудительные меры медицинского характера к представителям ЛГБТК. А на базе Центра психиатрии имени Сербского, того самого, куда помещали всех неугодных власти еще в советское время, появится целый институт по исследованию поведения гомосексуальных людей. Есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии, создание дополнительного института по исследования поведенческих направлений. Это направление также будет дальше взято обязательно в научную проработку. Под благими намерениями исследовать ЛГБТ людей отправляют на лечение при помощи конверсионной терапии. То есть комплекса процедур, которые якобы способны изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Конверсионная терапия в России существовала все это время. Просто раньше было возможно обратиться к правоохранительным органам, если твоего знакомого, твоего близкого человека и его родители закрыли в какой-то лечебнице. Сейчас полиция подобные обращения, как правило, игнорирует. А количество таких центров растет. Конверсионная терапия, она как будто бы даже поддержана властью теперь. Государство готово спонсировать такие вот эти медицинские центры по исправлению и по коррекции гендера и сексуальности. В России есть как бы два вида, так сказать, конверсионной терапии. Первый вид — это государственные. Когда забирают какие-либо психболиции, они говорят, что мы не лечим от трансгендерности. Они прикрывают чаще всего от неких другим заболеваний. И есть у нас отдельные центр, которые находятся под покровительством каких-либо религий. Ада — трансгендерная девушка, журналистка, квир-активистка. Жила в Калининграде. После принятия репрессивных законов против ЛГБТК готовилась к переезду в Канаду, но не успела. Меня похитили спустя год перед моими родителями. Я от них уже уехал на тот момент. В августе 2022 года мне мать пишет, что у нее операция на сердце. И я такая, типа, ну, если у тебя проблемы с сердцем, наверное, тебе надо помочь. Ада прилетела в Новосибирск, где, по словам матери, ей должны были делать операцию. Была, по легенде, машина той частной больницы, где, собственно, лечили бы мою мать. Но оказалось, это была машина, которая меня похитит в этот лагерь. И мы еще ехали очень-очень долгое время, остановились на одной сельской дороге. В матине, где резко вышло, пересел в другой автомобиль. Ко мне подсел очень-очень такой боковатый мужик, как будто бы бандит из 90-х. И сказал ту легендарную фразу, мы сейчас песню тебе за твою пидору. Девушку продержали в реабитационном центре почти 9 месяцев. Это было все-таки больше похоже на религиозный и конверсионный центр. Мне говорили, что моя тазгенданность – это болезнь, которая не лечится просто обычными способами. Единственное, как я могу изучить, это если буду очень сильно молиться Богу. Помимо принуждения к молитвам, аду систематически избивали, накачивали нейролептиками, заставляли выполнять трудоемкую физическую работу. Когда, типа, надо рубить деревья, надо там, типа, пилить все, там надо строить. Избиения очень сильные, вплоть до потери сознания. Это использование нелегально большого количества каких-либо нейропрепаратов, довольно-таки сильных калечащих вентальную систему. И гормонов не под назначение. Выбраться из таких центров, где круглосуточное наблюдение, изъяты телефоны, а посетителей просто не пускают – невозможно. Их особо полиция не трогает, потому что у них есть чаще всего документы, что они занимаются лечением. Но это никто не координирует, и всем абсолютно все равно на то, что там происходит. Мы решили проверить, правда ли одним звонком можно сломать жизнь человеку, отправить его на лечение при помощи конверсионной терапии. И как на подобные просьбы реагируют в так называемых реабилитационных центрах. Могу ли я записать на консультацию дочь? Она желает сменить пол, потому что не ощущает себя в теле женщины. Она сама-то понимает, что в этом у нее есть большая проблема? Или она в этом не видит никакой проблемы? О нет, она говорит, что трансгендерность – это не болезнь. Вы сможете ей помочь? У нас были просто, ну, наоборот, были нетрадиционные мужской ориентации. Мы с ней не работали. С девочками первый раз такой запрос. И как я это вижу, ее бы изолировать на 3-4 месяца, чтобы она без телефона была, и чтобы с ней, скажем так, в терапевтическом сообществе уже поработали наши специалисты. А если она не захочет к вам приезжать? Вы, во-первых, ничего ей не говорите, куда вы едете, значит, ее вторая подружка будет ее разыскивать и устраивать, устраивать, ну, скажем так, всякие сценки, чтобы ее вызвали. Приедете к нам, мы проведем консультацию хорошую. Сколько это будет стоить? 65 тысяч рублей в месяц. Могу ли я записать на консультацию дочь? Она желает сменить пол, потому что не ощущает себя в теле женщины. Ну, давайте запишемся. По смене пола консультирует Бухановская Ольга Александровна. Вот так после одного звонка человек может оказаться в руках карателей в белых халатах, которые за кругленькую сумму месяцами будут лечить от нетрадиционной сексуальной ориентации. И это при том, что еще в 2016 году во Всемирной психиатрической ассоциации заявили, нет убедительных научных доказательств того, что можно изменить врожденную сексуальную ориентацию. А несколькими годами ранее в панамериканской организации здравоохранения в подразделении ООН заявили, что конверсионная терапия не имеет медицинских оснований. Наука говорит об обратном. Невозможно вылечить, допустим, человек был геем, а его сделают где-то в сексуальном корне. Человек ЛГБТ или не ЛГБТ-человек лежат с рождения или в глубоком-глубоком детстве. В ООН призвали запретить использование конверсионной терапии по всему миру. Она, по оценкам экспертов организации, может быть приравнена к пыткам. Ведь наносит долгосрочный психологический и физический вред. Все демократические страны везде кажутся дикостью. Везде, где не давлеет над медициной государственная идеология, где развито врачебное мышление, там просто не может быть конверсионной терапии. И люди, прошедшие такой ад, которые заработали в этом ПТСР, которые, возможно, повреждены после этого психически и физически, они могут не найти сил дойти до правозащитников и вообще не сориентироваться куда им идти. Сколько сейчас людей в России проходит через конверсионную терапию, неизвестно. И все это буквально подлая месть путинского режима представителям ЛГБТК за активную жизненную позицию и за отстаивание прав и свобод человека. А цель – сдерживание протестного потенциала внутри России, говорят правозащитники. Властям Российской Федерации и лично Владимиру Путину нужны внутренние враги в России. А самые удобные враги для любого, на самом деле, такого консервативного общества – это ЛГБТК-люди. Потому что мы инаковые, мы отличаемся. Весь этот режим, он и держится на том, что он подавляет свободы всяческие. Экономические свободы, свободу слова, свободу собраний, свободу объединений. Люди, которых принято относить к сообществу ЛГБТ, она креативная, она свободная, она не подчиняется каким-то этим правилам. Российским властям нужно было подавить массовые протесты. Антивоенные, которые еще проходили в России в начале войны, чтобы, во-первых, запугать людей, во-вторых, найти такого козла отпущения, что на самом деле все проблемы, которые есть в российском сообществе, они связаны с западными ценностями, которые для нас чужды. А западные ценности – это свобода, это права. И вот, собственно, ЛГБТК-люди как раз явились вот такими козлами отпущения. Полностью задавлен любой гражданский активизм. Нету никаких организаций вообще ЛГБТ. Очень многие люди, просто ЛГБТ-люди исчезли с поля зрения, ушли просто в тень. В Организации Объединенных Наций официально и впервые признали убийства, пытки, преследования, похищения и противоправные действия в отношении ЛГБТ-людей в России и ее национальных республиках. И потребовали отмены решения Верховного суда о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и всех вынесенных приговоров. А также прекращение преследований и проведение независимых расследований всех нарушений права ЛГБТ. Гомофобия стала одним из векторов государственной политики России, а произвол не имеет границ. Власти применяют к представителям ЛГБТК весь возможный спектр репрессий и ограничений и нарушают всевозможные права и свободы человека. Всевдоидеалы и псевдо-мотивы отчаянной циничной борьбы с ЛГБТК людьми в России показали, Гуманизм и толерантность путинской России не свойственны, а карательные механизмы власти и жестоко нетерпимое общество откатывают Россию все дальше от настоящих демократических и человеческих ценностей и все больше укрепляют авторитарный режим Путина. Марина Нестерова, специальный репортаж.